Подводные дата-центры эффективны. Корпорация Microsoft весной 2018 года начала испытания, связанные с размещением серверного оборудования под водой. В Шотландское море на глубину около 35 метров поместили центр обработки данных с 864 серверами и хранилищем емкостью 27,6 петабайт. И вот появились результаты этого эксперимента. Недавно специалисты Microsoft подняли на поверхность контейнер цода. Он был покрыт водорослями и ракушками, зато стал отличным доказательством эффективности концепции создания подводных хранилищ данных для оптимизации логистики, экологичности и экономии. Два года инженеры Microsoft отслеживали производительность и надежность подводных серверов центра обработки данных. После завершения тестирования эксперты пришли к выводу — подводные дата-центры имеют ряд преимуществ перед наземными. Эксперимент под названием Microsoft Project Netic доказал, что помещенные под воду герметично упакованные серверы создают более экономную и надежную систему хранения. При наземном размещении серверное оборудование повреждается из-за нарушения температурного режима и коррозии, порождаемой кислородом и влажностью, а под водой легче контролировать температуру, которая на достаточной глубине постоянная и низкая. Вдоль прибрежной линии можно размещать подводные центры обработки данных и обеспечивать локальный доступ к облачным ресурсам сразу в нескольких точках, максимально приближенных к потребителю. Инженеры Microsoft сделали вывод, что в подводном центре отказы происходят в 8 раз реже, чем при традиционном наземном расположении. Это крайне важно для серверов подводного базирования, так как для обслуживания приходится доставать герметичный контейнер со дна океана. Рыбалка станет ближе к охоте. Разработчики из китайской компании Chasing Innovation решили разнообразить процесс рыбной ловли и сделать его более активным. Рыболов теперь может в прямом смысле выслеживать свою добычу при помощи видеотехнологий. Новая разработка компании называется Fish Finder Chasing F1. Это беспилотный плавающий надводный аппарат. Он может отслеживать рыбу на глубине до 28 метров и передавать пользователю координаты через Wi-Fi на расстоянии до 30 метров. Связь через смартфон и фирменное приложение. Для передвижения в устройстве Fish Finder Chasing F1 установлены 4 двигателя. Мощность электромоторов позволяет устройству буксировать гидролокатор. Он нужен для повышения точности обнаружения рыбы. Можно тащить за собой и кормушку, чтобы привлекать будущий улов. Корпус Fish Finder ярко-желтый, чтобы визуально отслеживать его. Есть датчик GPS для отслеживания через мобильное приложение по карте. Если Fish Finder Chasing F1 покинул пределы действия Wi-Fi, устройство с помощью GPS будет стремиться вернуться обратно. За видеосвязь отвечает видеокамера с разрешением 1080p. Она может спускаться на глубину до 28 метров на кабеле и вести круговой обзор подводного мира. Частота и дезинфекция становятся доступнее, по крайней мере для казахстанцев и в особенности повладарцев. Ученые удешевляют затраты бизнеса по соблюдению санитарных норм в пандемию. Они собрали бактерицидные рециркуляторы и обеззараживающие боксы, которые значительно дешевле своих аналогов. Разработкой турагеров университета уже с успехом пользуются около ста компаний. Обеззараживающий бокс — проект повладарских ученых. Контейнер, оснащенный бактерицидным излучателем, убивает любые бактерии за 10-15 минут. По такому же принципу работают бактерицидные рециркуляторы. Устройство обрабатывает воздух и таким образом обеззараживает площадь до 30 квадратных метров. Уже около ста экземпляров проданы в повладарские салоны красоты, фитнес-залы и учебные заведения. А недавно инженеры решили очередную техническую задачу — установка бактерицидной ленты в поддон эскалатора позволяет автоматически обрабатывать его перила. Разработка уже внедрена в местном терце. Основное преимущество повладарских облучателей и рециркуляторов — доступная цена. Она меньше, чем у конкурентов. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах. Мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите Хайтек. До встречи.